Вот, и правильно сказал дядя, значит, не надо слушаться, в этом, в этом не надо было слушаться, во всем остальном мама была нормальная, так, она сама была жертвой, естественно, потому что папа пил там и так далее, мама не понимала, мама, естественно, хотела уговорить, она не понимала, что когда человек пьяный, нечего ему делать замечания, понимаете, это вот на следующий день можно было сделать замечания, а пьяному человеку делать замечания, во-первых, не дойдет, а если он агрессивный, так наоборот, еще и получишь, вот и все, хорошо, вот давайте так, как это все, вот все, брат, мама странная, папа пьющий, вообще вся эта обстановка, это, конечно, ненормальная обстановка была, вот, значит, со стороны, конечно, брата было насилие, вот, там было насилие, вот, а со стороны отца даже не было, вот, вы просто боялись, потому что, ну, как ребенок, маму может убить, и там, или еще что-то, и так далее, и так далее. Вот, как это могло сказаться, вот, на вашем характере, вот, что, что вот это все детство могло негативного, вот, мешающего вам в жизни воспроизвести, а, или, скажем, вылепить, вот, и как из пластилина можно что угодно вылепить. Ну, я думаю, что у меня отношение к миру перестало доверие, что я в каждом человеке теперь вижу либо больного, либо параноика, либо... Не-не-не-не, видеть параноика и больного, это, понимаете, этого врачом надо быть, чтобы видеть параноика. Может быть, просто наоборот, вы появились, вы, у вас развилось вот это, понимаете, опять вернемся вот к этой обидчивости, вот, 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 вот то, что вы говорили, что вы со знакомыми, это же не подруги, какие это подруги? Это не подруги, это знакомые и так далее. Может быть, вы воспринимаете их, как маму, а с одной стороны, несправедливое отношение ко мне в детстве, как брата. Ну, вот, 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 значит, с этими собачьим кормом, с этим тазиком и так далее и тому подобное, вот. Или там, значит, что, вот, может быть, это несправедливость к вам или как? Может быть, это вот вы видите в них брата, может быть, во всем, в этих людях, значит, на которых вы потом обижаетесь, которым вы якобы помогаете, вы им все делаете, а они потом садятся вам на голову. Может быть, вы видите вот свое детство, видите там, я не знаю, кого это вы должны иметь, маму, брата или папу, не знаю. Да нет, не вижу я в них ни брата, ни мамы, ни кого. Ну, хорошо, а почему такая реакция? Откуда такая, почему такая повышенная реакция? Это же ненормально, она же вам вредит. Во-первых, с одной стороны, вы допускаете так, что вам на голову могут сесть, если это так. А потом, что вы допускаете, что вы с ними прерываете все отношения. И это, я уверен, что это не только эти три примера. И на работе так было, на одной, на второй, на третьей, на четвертой, на пятой. Да, да, да. Понимаете, это, конечно, расстройство личности, это акцентуация. У вас ничего бы, чистого борделяй, да, кстати, борделяй на чистого я у вас не вижу. Может быть, там какие-то примеси, но это не чистый борделяй. Это реакция ваша, понимаете, вот. Это ваша реакция. Вы видите, вы, скажем так, вот брат, мама, озлобили вас на этот вот, на весь свет. И вы везде, кстати, вот я сейчас, вот у меня мысль возникла. Какая? А я сейчас вам скажу. Значит, бабушка, не знаю, но мама и, скажем так, и тетя были параноидальны. Может быть, это, оно где-то на границе вот с параноидальны, что вот ко мне плохо относятся. Вот опять, опять, вы смотрите. Там, значит, они колдуют, там они ворожат, там они, значит, сглаз наводят. А тут вот ко мне плохо относятся. Вот у меня сейчас эта мысль, вот, вот она мне обошла. Вы меня понимаете, плохо-то относится только после того, как я их, как говорится, пошлю к чертовой матери. Тогда я понимаю, что кто-то плохо ко мне относится. Нет, подождите, а почему вы их посылаете к чертовой матери? Потому что садятся, пытаются наши... Правильно, правильно, правильно. Так мама ж тоже, мама ж тоже считала, что седят, а бабы, а тетя шапочку одевала. Значит, понимаете, вот в чем дело. Вот в чем дело. Вот мне кажется, что вот вы мне так и не ответили, а я думаю, что вот тут вот и получилось одно. Вам кажется, что к вам плохо относятся. То есть, что такое сесть на голову? Что вас используют? Вот и все. Вот скажите, это часто встречалось такое у вас? Слушайте, ну, у меня, знаете, как получилось. Первый раз я могу сказать, когда у меня это возникло. У меня была подруга. Она меня старше на два года была. Я к ней была очень привязана. Вот. Но эта подруга, она такая, как бы давила немножко на меня. Она как старшая, да. Я у них была в таком подчиненном, как бы, положении. И когда я уезжала в лагерь пионерский, я помню, она меня сказала, чтобы я ей отдала платье и одну рубашку. Потому что у нее и более бедная семья была, и ей понравилось вот платье и рубашка. И я помню, что мне так это не понравилось. Я ехала в пионерский лагерь, и мне, ну, нужны были на смену две рубашки. Но я же не буду в одной грязной ходить. И мне не хотелось ей отдавать. А она мне проманипулировала так, что, ну, такая, как бы, угроза была с ее стороны. Она показывала всем людям, что... А вот я вас сейчас перебью. Почему? Потому что, чтобы не забыть. А почему вы такая, с одной стороны, податливая, вначале, вот, подчиняетесь, вот. Вот, понимаете, вот вы мне сейчас говорите. Значит, подруга, а сколько ей лет было, сколько вам, это же пионерский лагерь, это дети еще? Ну, да, мне лет семь было, ей лет... Нет, восемь, наверное, а ей лет десять. Ну, смотрите, все вас используют. Почему вы вдаете, понимаете, что у вас получается? Вот что выкорестировалось, наконец-то. Выкорестировалось следующее. Все пытаются вас что-то, значит, нагрузить. С одной стороны, вы соглашаетесь, потом начинаете бунтовать и рвать. Вот, вот, красной нитью проходит. Да, 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 так и есть. Так что это такое? С одной стороны, я податливая, я готова, то есть, мне не нравится, я не хочу этого, но я подчиняюсь. То есть, а потом, какое-то время я терплю, а потом я начинаю бунтовать. А вы знаете, а вы знаете, а ведь тут же аналогия идет с братом. Вначале вы терпели, он там вам ставил в угол, а потом в девятнадцать лет вы начали бороться, сказать, а, вы мне скажете в девять, я приду в час. Вы мне скажете в десять, я приду в три. Вы мне скажете, я вообще не приду. Понимаете? А он меня приучил к такому вот состоянию подчиненности. Я, видимо, привыкла, первая моя реакция, видимо, подчиняться, а потом, видимо, бунтовать. Совершенно верно. Совершенно вот, 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 вот. Значит, видите, все в детстве идет. Кстати, кстати, ну уже правда, уже вам 61 год, вы уже сильно так. Хотя и сейчас надо, вам надо убрать это. То есть, когда вы, значит, вам нужна психотерапия, вам не нужны медикаменты. Это вот такая особенность вашей жизни. Кстати, оно вам мешало всю жизнь, вот это, подчиненность, а потом бунт. Да, 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 да. Значит, вот что вам надо. Они говорят, лучше позже, чем никогда. Я думаю, что я разговариваю. Бардерляйнов у вас нет. Это не бардерляй. Это не бардерляй. Может быть, там какие-то. Понимаете, такое детство, как вы перенесли, вот, и все это, оно, конечно, могло искривить. Но основная проблема вот, что это подчиняемость, это брат, это вот там зародилось. А потом через какое-то время вы терпите, вы понимаете, вы все понимаете, что вас используют, что вам садятся на голову. Ну, вы когда какое-то время терпите, а потом, когда, значит, последняя капля воды переливает, и вода из стакана уже начинает вытекать, вы начинаете бунтовать, вы начинаете, значит, высказываете все. Значит, тут нужно как, значит, в чем вам надо? Вам, конечно, нужен самой психолог. Я терплю, потому что я боюсь тех последствий, которые будут, если я скажу нет. Потому что вот я боюсь вот этой, ну, что человек начнет меня ждать, что-то плохое говорить, вот этого вот конфликта, вот этого всего я не хочу. Так, а я вам скажу, это брат, потому что если вы, когда вы были еще помоложе, когда еще не набрали сил, если вы бунтовали, он бы в крови подавил бы этот бунт. Да, 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 он бы меня убил бы. Конечно, ну, я фигурально говорю в крови, но это как говорят, значит, восстание подавлено в крови, и так далее, и так далее. Вот в чем вся проблема. Но, но, но в конечном итоге это, это как бы, то есть, вы понимаете, вы видите всех людях, которыми вы общаетесь, как будто бы брата, то есть, они как бы сильнее. Вы как бы должны, значит, ну, завоевать их доверие, чтобы получить, не получить какие-то проблемы. Ну, терпите, 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 может быть, и приутутыми, и может быть, и ощущение, что они, они, может быть, и не, вы помните, вы мне сказали удивительную вещь, что вот Адама, да, она, она как бы не, вот вы с ней поругались, она с вами хорошо относится. Может быть, у них и нет даже этого в этом, в намерениях, понимаете, нет. Ну, они так ведут, но вы воспринимаете это так, как будто бы это вот, как ваш брат, вот, да, вот и все. Да, да. Поэтому, поэтому, конечно, с этим надо было давно уже, это же вмешало вам, это вмешало вам и продолжает мешать, понимаете, по крайней мере, уже не на производстве, а, значит, в такой вот жизни вы же продолжаете жить, вы же продолжаете социальную жизнь проводить. Вот мне кажется, что вам надо, что вам надо психолог, причем, понимаете, там начнут копаться, там все, вам надо вот прямо сказать, у меня вот такая проблема. Вот когда вы обратитесь к психотерапевту или к психологу, сказать, у меня вот какая проблема. У меня было вот такое детство, значит, по сути дела, скажем так, это может быть такая рабочая гипотеза, может быть, я и не на 100%, но я думаю, что куда-то более-менее к истине я все-таки приблизился, вот. Значит, у меня такая проблема, у меня, значит, брат был вот такой вот деспот, и, естественно, когда я была маленькая, подросток и так далее, и так далее, он был требователь, он был, значит, тиран, он требовал, и если я не подчинялась, и так далее, и тому подобное, я наказывалась, вот. Значит, это такая, дальше, я это терпела, терпела, а в возрасте 19 лет, значит, я уже как-то уже созрела, или изменилась, или мне это надоело, или я нашла выход, я стала бунтовать, ну и вот рассказать это, и вы знаете, вот эта модель поведения с братом, она повторяется в моей повседневной жизни со многими людьми. Значит, они, да, они меня как будто бы действительно, ну, по крайней мере, мне кажется, что они меня используют, а я, значит, из-за страха того, что вот, а что они подумают обо мне, я, значит, подчиняюсь потом, когда уже до предела доходит, я начинаю с ними ругаться, ну, не ругаться, а, скажем так, ну, рвать отношения. Вот, вы сможете мне в этом отношении помочь, все, если можете, давайте будем работать, как и что мне изменить. Хотя я вам хочу сказать, конечно, если уже 61 год, сложно, не знаю, надо или не надо, но попробовать можно, понимаете, а все остальное у вас как будто бы нормально, хотя мне, вы понимаете, все-таки непонятно, вот, осталось, вот, тут все, я разобрался, а вот мне непонятно осталось следующее, почему вот все-таки такая частая смена вот этих мест и родов занятости, а? Ну, смотрите, вот я вязала-вязала, но мне надоело, я стала мастером по вязанию, просто тупо надоело. О, надоело, наконец-то, надоело. Да, надоело. Потом я стала, когда работать психологом, ну, как сказать, психологом, да, я какой-то период на линии, на горячей еще была даже, поработала, потом своих там пациентов принимала по когнитивной психотерапии, потом я поняла, что мне не хватает этих знаний каких-то, я продолжаю, я всю жизнь продолжаю психологию, я изучаю, я ее не бросила, вот этого я не бросила, я всю жизнь этим занимаюсь, занимаюсь, вот и вашу я стала слушать, потому что я слушаю вот это все, понимаете, я все равно самообразовываюсь, это я не бросила. Хорошо, а вопрос вот какой, значит, я могу это понять, то есть, развитие, оно идет, но почему не продолжать заниматься психологией и развиваться дальше, одновременно, а у вас получается, вы, значит, надоедает, потом вы пошли вдруг в медсестру, это уже, это, конечно, что-то имеет в психологии. Объясню, почему я стала медсестрой, потому что я понимаю, что я хочу работать на пенсии, работать именно, но я понимаю, что я не устроюсь в администрацию города, как я работала в своем городе, я понимаю, что психологом, чтобы работать, ну это, ну я даже не знаю где, в школе. Подождите, это было утилитарное, то есть, вы хотели заработать пенсию, и, то есть, просто... Подрабатывать строй, да. Ну это, так это другое дело. Да, в санаторий буду я работать, у меня будет свой кабинетик, я буду там сидеть, и такую вот жизнь я себе нарисовала, и мне кажется, я еще устроюсь, и буду я работать. А почему вы бросили психологию? А я ее не бросила, я ее постоянно изучаю, я ее вообще не бросила. Нет, не изучаю, изучаю ради изучения, это ерунда. Надо работать, потому что если вы не будете работать с людьми, то вы, все ваши изучения до одного места, потому что, значит, теория проверяется на практике, а без практики теория, она, понимаете, она слепа, то есть, она не слепа, я помню, кто-то там мне написал, она не слепа, она, скажем так, она вот, ну, она неправоподобна, она не подтверждается. Знаете, говорят, практика критерий истины, практика критерий истины. Мне хотелось самой выздороветь, я чувствовала, что я уперлась в потолок. Мне не столько интересно было других кого-то вытаскивать, сколько самой вылезти. А я уперлась в потолок, я больше не видела, кто бы меня вытащил. Вот то, что я с вами поговорила, это вообще удивительно, что вы мне сказали. Я с многими психологами работала, то есть со мной. Ну, я не психолог, я не психолог, я психиатр, вот, я не вижу у вас болезни, я вижу вот, ну, деформация, акцентуация, я вижу, вот, я, мне кажется, разобрался, но я не совсем понимаю, значит, если вы мне сказали, что вы бросили псих... То есть, все-таки смены было очень много, но что вы бросили, значит, психологию, которая якобы вас так интересовала, и перешли в медсестру, когда вы мне объяснили, что это из практических соображений, что психолога мы бы не могли на пенсию, значит, там, заработать. А эта работа, значит, такая, значит, там, заработок шел, и вы... Сколько вы работали медсестрой? Ну, вот я закончила колледж. Кстати, одна из лучших учениц колледжа была. Не, ну, вообще, это, конечно, это хорошее качество, что вы уже за 50 лет, за куда, за 50, да? Я в 58 закончила. Во сколько? В 58. О, боже мой. Так что, вы три года только медсестрой проработали? Погодите, пять лет назад. 61, 60, 59. Ну, хорошо, пять лет назад, ладно. Ну, так что, пять лет вам что, для пенсии что-то дало? Я закончила когда? Я два года, ну, полтора-два года отработала в санатории медсестрой. На внутривенных инъекциях. Ну, вы знаете, я никогда не делал. Вот в Германии мне приходилось вначале просто адаптироваться. Вы знаете, внутривенные для меня это катастрофа. Я так и не мог. Это сложные штуки. Я туда пошла, да, я владела, и я молодец. И мне потом они помогли, потому что у меня у дочки случилась проблема у младшей. Она два года не могла глотать. У нее на психической почве произошел какой-то срыв. И вот я вам тогда говорила, где-то писала, что мне пришлось ее реабилитировать, вытаскивать. Я не знаю, как. И внутривенные я ей делала эти инъекции, чтобы она... А, да, да, вы где-то писали мне. Да, 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 да. Я вспоминаю. Да. А, да, и вы вышли, она вышла. Вы говорите, что все стало на место, да? Три года. Мне приграть пригодится. Это вы прочли, вы прочли там одну мою этого, там, доктор Зайцев из Казани, да? Да. Страх глотания. Вспомнил, да, я вспомнил вас. Но я не знал, что это вы. Да, да, это я, да. Ну, хорошо. Значит, что я вам хочу сказать еще касательно ваших дочерей. Ну, если первая дочь, ладно, может быть, она папу пошла. За вторая дочь кого пошла? Может, у меня. Значит, все-таки, все-таки, я не знаю, может быть. Вы знаете, вообще, мне бы что еще не хватало, но я этого делать не буду. Значит, поговорить либо с одной из дочерей, вот сейчас бы, или с мужем. Вот это было бы мне, значит, оно бы многому мне бы прояснило бы. Вот, информация. Только если, естественно, эти люди могли бы дать, в состоянии были дать настоящую такую, значит, объективную информацию. Вот она присоединилась к тому, что вы мне рассказали. Я получил бы объективный анамнез от людей, которые знают вас. Ну, и тогда мне было бы все стало бы проще. Потому что, понимаете, мы же себя считаем вот такими. Вот, а если спросить окружающего, я себя считаю чуть ли не ангелом. Ну, я знаю, что я не ангел, но, скажем так, с одним крылочком. Вот, а вообще-то ангел. А вот спросить мою супругу, так она, 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 а у нее будет вообще, что я не только не ангел, а вообще еще одеяна. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому, поэтому, для того, чтобы правильно получить представление о человеке, надо его послушать. Ну, и потом послушать, естественно, значит, тех, которые его хорошо знают. Одного, второго. И когда это все сопоставить, у тебя уже получится объективная картина. Ну, я думаю, не надо. Я думаю, что, в принципе, вы не нуждаетесь в лечении. А вот кое-какой, кое-какой, вот, по крайней мере, вот в этом плане, чтобы вы научились правильно общаться, чтобы вы научились держать какую-то дистанцию или, или потом не обижаться и не рвать с людьми. Почему? Потому что, я даже не знаю, вот, если спросить бы, скажем так, ну, понятно, это должен быть думающий, это грамотный человек. Вот. Интересно, вы не, у вас, а вас не создался имидж или мнение, что вы конфликтная, что вы вот часто, значит, ну, не то, что конфликтаете, а вот такая, какая-то неуживчивая, а? Нет, думаю, нет. Ну, это вы думаете, это надо, понимаете, конечно. Это надо спросить, ну, если бы, вот, часто вот такие вещи происходят, вы же сами напишите...